Это BMW X6M, и это вершина кроссоверов от BMW. По сути, альтернатива Мерседесу GLE 63 Coupé, Porsche Cayenne Coupé Turbo и Audi RS Q8. И в этом видео мы узнаем, насколько он хорош. Но перед этим обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на значок уведомлений, чтобы не пропустить наши новые видео. Давайте начнем наш обзор со разговора о двигателе X6M. Это Твин Турбо В8 4,4 литра, и здесь так называемый «горячий В». Звучит усмысленно. Но по сути означает, что турбины расположены внутри развала цилиндров, благодаря чему воздух проходит меньше расстояния, прежде чем попасть в двигатель, что улучшает отзывчивость. Слушайте, я мог бы это носить, типа как броню. Вот так. Ладно, короче, этот двигатель выдает 750 ньютон-метров момента, и у обычного X6M мощность движка 600 лошадиных сил, а у такого X6M Competition ее даже больше, 625 лошадок. Ну так быстро или авто? BMW утверждает, что эта машина разгоняется до сотни всего за 3,8 секунды, но так ли это? Ну, сейчас проверим, у меня тут с собой специальное оборудование для замеров. Я на закрытом участке дороги. Сейчас стартую, посмотрим, что будет. Давайте еще замерим разгон до 160, и проедем четверть мили. Странно вытворять такое на дороге общего пользования. Ну что уж там. Сегодня можно. Приступим. Да, шустро. Быстро стартует. Давай. Непривычно так гонять на дороге. Какой я негодяй. Четверть мили. Спокойно. Ух ты. От нуля до сотни. За 3,4 секунды. До 160. За 7,9 секунды. Проверим четверть мили. 11,6. И вы, наверное, уже думаете. Ну все, чтобы ясно, ты замерял время на спуске. Ну, рельефа, конечно, поменять не смогу. Но честности для, чтобы доказать, что я не проплачен BMW, проедусь еще раз. В подъем. Приступим. Немного буксанул на старте. Не хватило зацепа. Что покажет на подъеме? Все еще шустро. Очень шустро. Ну и хватит. Черт! Несмотря на подъем от нуля до сотни за 3,5 секунды. До 160. За 8,3 секунды. И с места четверть мили проехал за 11,7 секунды. Так что нет особой разницы. Впечатляет. У X6M проведен небольшой рестайлинг по сравнению с обычным X6. Здесь обновленный передний бампер, более агрессивный. А у версии Competition черная окантовка от довольно здоровых фирменных ноздрей. Дальше видим большего размера легкосплавные диски. 21 дюйм по стандарту у обычного X6M. Хотя у X6M Competition и еще и 22 дюймовые колеса сзади. Так. Также пороги. Я обязательно отмечу ключевую особенность модели М. Аэродинамические боковые зеркала, которые сейчас разрабатываю кулачком. Переходим назад. Тут небольшой спойлер. Тут эмблема серии M и Competition тоже. Сразу понятно, что модель заряженная. Задний диффузор, который вряд ли выполняет свою функцию, тут скорее для красоты. А вот что не для красоты, так это эти выхлопные трубы. И это я вам сейчас продемонстрирую. Смартфоном истинные корова, у палки под рукой нет. Поглядите. В них спокойно помещается мой Samsung Galaxy Plus. И, наверное, он сейчас поплавится. Все, чтобы доказать, что трубы настоящие. Достаточно усовершенствований в салоне X6M. Во-первых, характерный спортивный руль с эмблемой серии M. Просрочка цветами M. Также и на ремнях безопасности. И рычаге переключения передач, типичном для модели M. Также три дополнительные настройки трансмиссии при переключении в ручном режиме. Также характерные для M-кнопки здесь. И красная кнопка запуска. Также алюминиевые педали, алюминиевый порожек. И они с подцветкой. Характерные для M-коврики. А также шкалы приборов. Информационно-развлекательная система показывает... X6M именно в том цвете, который вы купили. Это панель по умолчанию на моделях M из алюминия. Но можно поставить опциональную из углеволокна. Тоже касается и центральной консоли. И, как видите, тут эмблема X6M. И приписочка Competition, если вы, конечно, взяли себе именно ее... Опять же сиденья. Просто замечательные с ушами. Двухцветные, мягкая кожа Мерина. Если хотите, можно взять себе их продвинутую версию с функцией массажа. Разумеется, они регулируются электроникой. Регулировка весьма и весьма гибкая. Также у них прострочка с сотами, характерная и для дверей. Собственно, дизайн их также уникален для модели X6M. А также Alcantara на потолке. Замечательно. В МКах важна не только красота, но и процесс езды и остановки. Поэтому здесь довольно продвинутые тормоза. Диски вентилируемые. 395 мм спереди и 380 мм сзади. Кроме того, здоровые суппорты с шестью поршнями. С ума сойти. Также диски плавающие. Ступица из алюминия, что помогает снизить вес. А роутер стальной, но они соединены не напрямую. То есть два металла, нагреваясь, могут расширяться по-разному, что позволяет тормозам выдерживать нагрев на 100 градусов больше обычных. Насколько они хороши? Давайте узнаем. Ну что, проверим, есть ли в них толк. Проверка торможения. Когда пройду этот знак... Полная остановка. Сейчас посмотрим. Так, вот и знак. Вот он, вот он, вот он. Ох ты мой! Авто затормозило со 10 км в час до нуля за 45,9 метра, и это заняло 3,2 секунды. Но я-то еху быстрее 110. Какой результат со 160? Авто остановилось за 91,1 метра со 160 за 4,4 секунды. По правилам, максимально допустимый тормозной путь вот такой. Всё написано. В общем, BMW показал себя хорошо. Осталось проверить последнюю вещь. Замедление при торможении. 1,8 G. А я не почувствовал, у меня словно мозг просто стукнулся о череп. Надеюсь, у меня нет сотрясения. Мы уже выяснили, что авто резво стартует, резво тормозит, но оно должно и резво маневрировать. Поэтому подразделения MBMW дополнительно усилили конструкцию кузова. Это заметно даже по этим элементам в моторном отсеке. Они тут не единственные. У X6M также продвинутая адаптивная система рулевого управления, которая призвана быть отзывчивой без излишней резкости. Кроме того, продвинутая подвеска M также адаптивная. Можно выбирать различные настройки. Также есть стабилизация поперечной устойчивости, чтобы машина на поворотах держалась ровно. И есть специальный режим M-Dynamic, эдакий компромиссный вариант. Дает определенную свободу маневра, но все равно выручит, в случае чего. Система полного привода здесь обычно распределяет большую тягу на заднюю ось. Но есть режим полный привод Sport, в котором она отправляет еще больше тяги назад. Ну и опять же задний дифференциал M, который может отправлять момент на заднее колесо с лучшим зацепом. Колеса Michelin Pilot Sport 4S в стандартной комплектации. Они сделаны специально для этой модели. И задние колеса шире передних, опять же для большего акцента на заднюю ось. И на версии Competition они 11,5 дюймов шириной. Огромные! Давайте проверим, что дают все эти усовершенствования. Сразу же машина ощущается гораздо лучше, чем обычный X6. Подвеска, разумеется, гораздо жестче, так более спортивная, и машина все время под контролем. Разумеется, если слишком увлечься, авто начнет немного разбегаться на поворотах. Ну так оно же тяжелое, физику не обманешь. Но эти здоровые колеса их прямо обеспечивают добротный зацеп. Рулевое управление здесь вообще что-то с чем-то. Очень отзывчивое, только повернул, и авто тут же реагирует. Знакомое по МКМ чувство, но настолько ли эта машина маневренная, как, скажем, Porsche Cayenne Coupe? Очень рядом, прямо дышит в спину. Собственно, если хотите посмотреть мой обзор на Porsche Cayenne Coupe, нажмите на подсказку сверху. Расскажу о нашем приложении Carval. Если вы житель Великобритании или ЕС, им можно сканировать номера машин, и оно подскажет их стоимость. Прикольно? Заходите по ссылке в подсказке сверху. Это бесплатно. Можно использовать его, чтобы сэкономить на покупке этого X6M Competition, ведь его стартовая цена 113 тысяч фунтов. Довольно дорого, но зато у вас в комплектации будет довольно много интересного. Версия Competition, доступная только в Великобритании, обзаведется продвинутым выхлопом в сравнении с обычным X6M. По стандарту X6M есть проекционный дисплей, то есть можно глянуть скорость и обороты, не отвлекаясь от дороги. Есть также режим M. Он настраивает авто для различных режимов езды. Например, в режиме езды по треку он выключает информационно-развлекательную систему и снижает громкость аудиосистемы, чтобы вы сфокусировались на вождении. А также тут особые цифровые шкалы, чуть более спортивные по дизайну. Здесь есть кнопки M1 и M2, позволяющие вам включать заранее заданные настройки езды. Очень удобно. Настройки задаются через этот экран, поведение машины можно настроить именно так, как надо. Покупателям на выбор доступен широкий выбор расцветок авто, включая три особых для серии M. Например, довольно вычурный зелёный. Ну, вроде прикольный, однако не всё так гладко в этом авто. Вот пять раздражающих вещей. Ключевой особенностью дизайна эмок являются их боковые решётки жабры. А тут они полностью закрыты. Может, стоило их назвать заложенными ноздрями? Обычно модели MBMW должны показывать хороший результат на трассе, но насчёт этого я не уверен. Тяжеловато! Снаряжённая масса 2370 килограммов. В отличие от обычного X6, у X6M нет управления задними колёсами. Увы, они слишком широкие. Никак. А жаль, помогло бы сделать авто манёвреннее при езде по городу. Если купите эту модель в Европе, звучать она будет хуже, чем американка. А звучит хорошо. Американка-то. Всё потому, что для Европы производители должны ставить на авто фильтр твёрдых частиц, а в США такого нет, и фильтры убивают звук наглухо. У X6M тот же силовой агрегат, что и у M5. Вот только если у M5 есть возможность на полный включить задний привод. На этой модели её нет. И механика тут ни при чём, всё то же самое, просто BMW не дадут вам этого сделать. А жаль, наверное, было бы прикольно понаваливать на этом авто. Багажник тут 580 литров. Довольно большой, но всё же меньше, чем у Porsche Cayenne Coupe, или Audi RS Q8, или Mercedes-AMG GLE 63S Coupe. Бэ, фиг выговоришь. Есть и другие проблемы с этим авто, присущи, впрочем, и обычному X6. Например, пространства сверху не так-то много. Мне это нормально, но высоким людям будет не очень. Не так просторно, как в более квадратном X5. Жаль, потому что в остальном места позади достаточно. И, наконец, поговорим, каков этот X6M во время обычной езды, когда не нужно выжимать из её наворотов максимум. Слышно чуть больше шума из-за более широких колёс, и из-за более спортивной подвески неровности ощущается чуть больше, но не смертельно. Зато, если вы несётесь по скоростному шоссе, это авто, конечно, получше обычного X6. Если вам нужно резко кого-то обогнать, коробка реагирует быстрее, и, конечно, у вас ещё вся мощь этого турбированного V8. Максимальная скорость этого авто — 280 километров в час. Хорошо, если вы немец и едете по автобану, но всем остальным это, в общем-то, и нафиг не надо. Возникает закономерный вопрос — на кого вообще ориентирована эта машина? Ну, некоторые всегда любят брать лучшее из возможного, и это авто — лучший из всех кроссоверов от BMW. Вот и всё. Итак, каков же мой вердикт на BMW X6M Competition? Следует о нём забыть, призадуматься, задуматься всерьёз или пойти и купить, не раздумывая. Но я считаю, можно задуматься всерьёз. Это топовый кроссовер в том, что касается производительности и управляемости. Но для таких авто немаловажен и внешний вид, и тут он уступает Audi RS Q8. Ну, эй, это всё вкусовщина. Народ, хочу доказать, что у нас дорога и впрямь перекрыта. Вот помощник шерифа от местной полиции. Здравствуйте. Пускай у него немецкий акцент, и похоже, что он работает на BMW, но в остальном всё по-честноку. Ладно, шучу, он из съёмочной команды. Настоящие полицейские перекрыли дорогу, они и вон там. Не пускают другие машины. Соблюдаем мы правила, даже не сомневайтесь.